всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео я назову топ-3 техники которые уже давно устарели при работе в лоджик и которые уже не актуальны но люди до сих пор ими пытаются воспользоваться сталкиваются с трудностями и задают мне вопросы или по вопросу в нашем telegram чате о том как собственно эти трудности решить но все очень просто и я как раз постараюсь вот эти вот три техники развенчать скажем так в этом видео и переубедить людей все таки используют уже более современные другие подходы я использую версию лоджик 10.7.5 но все что я скажу уже актуально точно несколько лет если вы до сих пор просите на версии 10.5 вам это также будет актуально ну что же давайте сразу перейдем к нашим этим трем пунктам и начнем с первого который называется разделение миди нот по нотам ну точнее миди по нотам для поканальной обработки все мы знаем я сам этим пользовался еще лет на 12 назад когда работал в кубейс когда мы имеем дело с миди барабанами при барабан установка вот как здесь у нас есть одна дорожка с обработкой но мы хотим например как-то обработать отдельно хайхеты бочки с нейры тарелки чтобы у нас все это было и ну у тех кто опять же говорю привык к старому способу работы как это было вот 10-12 лет назад все привыкли к тому что просто такие дорожки разделяются по миди нотам у тебя на каждой дорожке получается своими динута и свой звук генерирует с этой дорожки и ты просто обрабатываешь и у тебя получается как бы мультиканальные барабаны как они должны быть но в лоджике все работает по-другому в принципе и всегда кстати работала но сейчас вот я решил об этом рассказать и в принципе этот подход не всегда верный особенно касаемо современных более сложных насыщенных инструментов где не только просто ноты отвечают за то как играет инструменты как играет в данном случае живой барабанчик но также и совокупность но то есть если вы например создадите независимых 5 установок с одной будет звучать только снейр с другой бочка с третьей только хэд это не будет создавать живой игры потому что вот эти движки современных инструментов которые воссоздают например живые барабанные установки они созданы таким образом что они анализируют всю игру по всем элементам то есть весь миди и представляют как бы это мог бы сыграть живой барабанщик поэтому хай-хэт может где-то например в определенных ударах там бочки или снейра быть чуть по-другому акцентирован хотя он внешне может выглядеть абсолютно таким же ударом то есть там чуть велосипе отличаться но все равно призвук и воспроизводимый сэмпл записанный до хаха это может быть другим чем тот который вы бы просто на отдельной дорожке бы прописали где нету не снейра не бочки поэтому разделять миди ноты это вот даже вот с этой точки зрения уже не грамотно в современном мире но допустим давайте мы попробуем все-таки разделить благо в лоджике есть такая команда то есть мы можем кликнуть по региону и нажать конверт здесь есть как раз вот разделить по но ты что есть по высоте нотка раз то что нам и нужно вот мы разделяем и что у нас происходит да у нас действительно создаются отдельные дорожки с разными пичами здесь нас мы видим крэш здесь у нас видим другой нет здесь у нас получается хай том тут у нас идет учиться мид том дальше тут у нас идет хай-хэт ну соответственно с нейр и бочка ну то есть все все элементы у нас присутствует но опять же когда мы заходит речь о том чтобы обработать вручную вот это все то опять же не получается по что как мы видим трек один и тот же то есть вот видите у нас я меняю настройки для одного меняется у всех и опять же люди которые только-только пиши в лоджик сразу начинают задать вопрос а как почему они у меня слинкованы а что делать как разлинковать на самом деле разлинковать нельзя потому что это и есть один тот же трек он просто отображается в нескольких ипостасях своих просто чтобы было удобно располагать регионы для чего это нужно спросите вы ну иногда действительно бывает полезно иметь перед глазами там отдельную партию бочки отдельную с нейра но опять же повторюсь это не исключает того что я выше назвал что инструмент работает как единое целое то есть это не даром один и тот же инструмент что даже в таком отображении это в то же самое что у нас было в одном регионе мы как бы просто регион разложили на несколько под регионов которые каждый отвечает за свою меди ноту вот и все но это не разные инструменты это не разные дорожки это один и тот же плагин висит на них на всех то есть это все то же самое одни и те же настройки, и ничего не меняется. Меняется только визуальное отображение вот здесь в главном окне. То есть мы можем, да, я могу взять и в какой-то момент просто скопировать только бочку, например, и хай-хэт, допустим. То есть, да, в таким вот, опять же, таком классическом режиме работы, когда мы собираем вот из кусочков, да, как из кубиков нашу аранжировку, может быть, этот прием будет удобный, да. Но, опять же, это не имеет ничего общего к той проблеме, что мы хотим обработать отдельно снейр, отдельно бочку и так далее. То есть здесь это не получится. Поэтому давайте мы сейчас откатимся назад. Как это делается в Logic, если вы вот хотите именно обрабатывать независимо разные каналы на одной и той же установке. Для этого в Logic есть режим каждого инструмента Multi Output. То есть у нас вот есть Drum Kit Designer, сейчас он загружен в режиме Stereo. Если я выберу Multi Output и зайду в Mixer, у нас в Mixer появляется вот такой значок плюс. Я могу создать дополнительные дорожки для наших групп инструментов. То есть вот у меня есть дорожка с киком, дорожка со снейром, дорожка с томами и дорожка с хай-хэт перкуссией. Соответственно, у сторонних инструментов, у сторонних от сторонних производителей, там, Одесси Драмс или Изи Драмер, все то же самое. То есть точно так же это делается. Загружается мультиканальная версия. Внутри плагина назначаются на каждый выход свои дорожки. То есть, как правило, там в Изи Драмере есть встроенный микшер. И там вот в этом микшере можно назначить на вот эти вот выходы 3, 4, 5, 6, 7, 8 нужные инструменты. Хотя там это уже все автоматически делается в последних обновлениях. Вот. И, соответственно, вы можете вот теперь солировать, то есть слушать реально бочку. И ее обрабатывать. Если вы хотите, чтобы вот эти дорожки появились также в окне, всегда можно выделить их здесь в микшере. Нажать Ctrl-клик и выбрать Create Track. И вот они появились здесь. И вот теперь, как мы видим, это уже независимые дорожки. Но, опять же, сразу так оговорюсь, как особенность дорожки, точнее инструмента Драмкит, тут не очень это удобно реализовано, потому что здесь сохранены вот такие некие группы. Все томы, вся хай-хайта и перкуссия идет вместе. То есть это не очень удобно. Поэтому именно с точки зрения работы вот с этим инструментом я рекомендую все-таки использовать не мульти-аутпут-версию вот здесь, да, то есть вернемся сейчас в стерео, а все-таки в переключение Producers Kids. Это такая специальная настройка в Logic. То есть вот у нас есть Драмкит наш с Southern California. Но мы можем ее же найти в режиме плюс. Вот она. И вот теперь у нас это загрузилось как полноценный такой инструмент, где у нас каждый микрофон уже отдельно. То есть не просто элементы отдельно, а еще каждый микрофон, который этот элемент снимает. То есть, как мы помним, живая барабанная установка у нас снимается с двумя микрофонами, которые у нас внутри барабанной бочки и снаружи стоят. Также у нас с нейр с двумя микрофонами снизу сверху снимается. И тут много еще дополнительных функций, таких как рум микрофоны, проникновение микрофонов друг в друга и так далее. То есть дополнительные перкуссии. Все здесь можно настроить, и все это очень удобно сводится, как будто это прям реально профессиональный мультитрек, записанный на студии живых барабанов. То есть если мы говорим про обработку, то это работает так. И меди также остается у нас одним таким целым, но при этом... При этом мы можем все слышать независимо и, естественно, обрабатывать. То есть это был первый миф, который, вот, я надеюсь, мне удалось размечать. Точнее не миф, а уже устаревшую технику, которая, ну, давно пора от нее отказываться. В лоджике она, ну, так как все привыкли вот раньше, не работает. То есть вот я вам показал решение. Давайте переходим к пункту второму. С каждым обновлением секвенсор Logic Pro обрастает все большим количеством функций, меню и инструментов. А вы до сих пор не можете понять, как все это выучить, и самое главное, как использовать на практике. Никаких проблем. Я подготовил для вас максимально подробный видеокурс, состоящий из нескольких частей, в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсора Logic Pro в теории и на практике. Каждая часть продвинутого курса Logic Pro – это отдельный мини-курс, поэтому можно смотреть в любом удобном порядке. Ну а после просмотра всех частей курса, вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем Logic Pro, а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее, насыщеннее и увлекательнее. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. Значит, второй вопрос, которым часто сталкиваются, и это был реально актуальный вопрос до прошлого года, это как записывать на разные дорожки с разных MIDI-устройств. Вот я покажу пример. У меня есть два MIDI-устройства сейчас подключенных. Для тех, кто не знает, это можно настроить в Settings MIDI. Здесь есть закладка Inputs, и мы можем посмотреть, какие у нас в принципе MIDI-устройства подключены к системе, и нужные отключить или включить. То есть вот у меня моя MIDI-клавиатура, она отображается как четыре вот таких устройства, это по сути одна MIDI-клавиатура. И еще у меня дополнительно есть внешний синтезатор GX-8P, который у меня сейчас тоже я его включил на прием MIDI-сообщений. То есть, если я сейчас включу, например, свой бас, я могу играть как на MIDI-клавиатуре, вот сейчас я играю. Так же я могу и сыграть на вот этом своем синтезаторе. То есть я сейчас играл на двух инструментах. И что делать, если, например, ко мне приходит друг, и мы хотим одновременно в сессии поиграть на инструментах. То есть, например, я хочу играть за бас, а друг хочет поиграть при электрофоно. Вот. Я, ну, должен поставить, естественно, готовность к записи на обоих элементах, и мы должны начать играть, да? То есть он на своем инструменте, я на другом. Но, к сожалению, сейчас это не получится сделать, потому что вот я сейчас играю, например, на своей MIDI-клавиатуре. Мы видим, что у меня воспроизводятся обе дорожки. То же самое, например, друг подходит к синтезатору и играть также и на моем инструменте, и на своем. То есть это, естественно, неудобно. Раньше открывали MIDI-энварьмент. Command-0 мы нажимаем. Вот такое старое меню, даже со старыми отображениями каналов. И здесь настраивали, то есть заходили там в закладку MIDI-инструментов и настраивали, как у нас, или All Objects, и здесь настраивали, как у нас взаимодействуют наши MIDI-девайсы с, собственно, нашими дорожками и так далее. Во-первых, Click & Ports, то есть здесь можно было переназначить, откуда, куда идет. То есть можно было выбрать, с какого MIDI-устройства, на какую дорожку все должно идти. Это, ну, естественно, очень неудобно. Это настраивалось для каждого проекта. И, ну, это, правда, была прям морока. То есть это прям такое, можно сказать, подкапотное программирование работы проекта, которое, ну, обычному пользователю точно не нужно. Это может быть каких-то гиков, кто хочет какие-то очень сложные, там, посылать MIDI-сообщения из одного устройства в другое. Это еще может быть интересно. Но и то, на самом деле, редко кто сейчас этим пользуется. То есть это уже такая устаревшая история, опять же, для прям прошаренных людей, кто прям знает, для чего он сюда заходит. Но для такой простой задачи сейчас, благодаря обновлению 10.7, которое вышло уже больше года назад, появилась возможность, наконец-то, назначать на каждую дорожку свой MIDI-порт. Да, кстати, еще второй вариант был разделять по каналам. То есть на одной дорожке выделяем, мы выбираем первый канал MIDI, а на второй, допустим, второй канал, и на соответствующих MIDI-клавиатурах, то есть, например, на моей главной MIDI-клавиатуре, я бы в настройках самой клавиатуры указал бы, что она выдает сообщение только по первому каналу, а на синтезаторе на другом я бы указал, что второй. То есть это тоже был выход, с которым раньше обходились, но это тоже было не всегда удобно, потому что для каждой дорожки это нужно было настраивать и так далее. Для каждого девайса, то есть нужно было лезть еще в настройки самих устройств, MIDI-клавиатуры, и там все что-то менять, копаться, то есть тоже не всегда удобно. Теперь у нас появился пункт MIDI-порт, и по умолчанию, как правило, стоит All, поэтому у нас сейчас звучали оба инструмента, когда я играл на обоих устройствах. Но теперь я могу выбрать, теперь бас у меня идет только с синтезатора, а электрофоно у меня идет, соответственно, с MIDI-клавиатуры. И вот теперь, смотрите, я оставлю обе готовности к записи, играю на MIDI-клавиатуре. Вот, у меня звучит только электрофоно, а когда я играю на синтезаторе... Вы поняли? И, соответственно, теперь это стало делать очень легко. То есть, еще раз напомню, MIDI-порт, проверьте в настройках Project Settings с MIDI, какие у вас порты вообще отображаются, и какие стоит оставить, какие можно отключить, я не все оставляю, потому что... Ну, иногда потом в списке можно запутаться, и не всем я пользуюсь. На самом деле, и даже синтезатором я не пользуюсь, это я сейчас чисто для демонстрации включил. Поэтому можно использовать, соответственно, разный набор MIDI-портов, и ими пользоваться для джемов, например, с вашими друзьями, или там для записи с разных инструментов и так далее. То есть это очень удобно. Это, кстати, также может подойти, если у вас есть MIDI-барабанная установка, и вы хотите, чтобы барабанщик играл только барабанами, и его MIDI-данные не попадали, например, на электрофону или еще на какие-то другие инструменты, которые не должны с барабанами никак взаимодействовать. То есть, опять же, благодаря Logic 10.7 эта функция стала актуальна. Те, у кого более старая версия, к сожалению, придется мучиться, потому что вот этой вкладки MIDI-инпорт ее просто нет. То есть, либо вот как вариант через MIDI-ченнелы, как я сказал, либо вот лезть в MIDI-энвайрмент, но я бы этого не советовал. Конечно, все-таки такие вещи Apple и подталкивает, за счет таких вещей подталкивает нас всех обновляться и переходить на новые железо операционной системы и Logic. Ну и давайте двинемся к последнему нашему пункту. Это работа с one-shot сэмплами. Я сейчас просто покажу один из таких тоже классических приемов. Ну, на самом деле, многим так удобно работать, я ничего против этого не имею. То есть, допустим, мы, если хотим собрать какой-то грув, то мы здесь делаем, например, бочки, да, там закидываем, ну, допустим, делаем там как-то так. Бочка, потом возвращаемся, допустим, также снейры какие-нибудь берем. Ну, что-то, допустим, такое. Ну, думаю, идея понятна. То есть, таким образом собираются из one-shot вот таких ударов отдельные биты. Но в чем такая проблема? Если мы захотим поменять звук, то есть, вот я захочу обновить вот эти все бочки, это станет, ну, большой проблемой. То есть, в лоджике нет такой функции, что заменить вот этот звук на какой-то другой. То есть, он все равно воспринимается, как уже отдельный файл, и его полностью заменить на всей дорожке так не получится. С средствами лоджика. Потому что я знаю, что в FL Studio такая функция есть. Здесь такой нету вот так быстро это сделать. То есть, это можно, конечно, заморочиться, зайти в папку проекта, и там просто заменить сэмпл на новый. Но это, сами понимаете, это вообще далеко не подходящий вариант для большинства. Потому что это, ну, нужно, например, сэмпл менять быстро на лету, и это неудобно. Поэтому я рекомендую вот все-таки вот таким методом собирания грувы из вот таких ваншотов, как аудиорегионов, не использовать его, этот метод. Потому что он, ну, тоже, можно сказать, устарел. А использовать, опять же, появившийся в обновлении 10.5 Quick Sampler, который, собственно, для этого и был создан. Для таких вот быстрых работ с ваншот сэмплами, в том числе, или с лупами. И давайте попробуем, как это можно теперь сделать более быстро. Допустим, опять вернемся к бочкам. Я просто перетаскиваю вот сюда, на пустое место, и здесь выбираю Quick Sampler, ну, например, Original. Про Quick Sampler я уже подробно рассказывал в обзоре обновления 10.5 на канале, тоже посмотрите. И еще более подробнее рассказал в пятой части продвинутого курса по Logic Pro. Поэтому тоже переходите, ссылки будут в описании, если вам интересно, там более подробно. Но суть тут в том, что это быстрый сэмплер, который мы просто можем нарисовать нашу миди-партию. То есть вот у меня rootkit, c3, я могу здесь все, что мне нужно прорисовать, какой-то бит. Вот, допустим, включить сразу луп на это. Это гораздо удобнее, чем работать с one-shot сэмплами, их расставлять и так далее. И при этом я могу здесь управлять этим сэмплами, могу его тюнить, я могу ему делать фейды, я могу его как-то видоизменять. Здесь есть встроенный фильтр, то есть можно сразу отфильтровать какие-то частоты. То есть очень удобно, очень много полезных функций. И, конечно же, всегда можно взять и заменить сэмпл. То есть можно взять и заменить его здесь. Можно загрузить новый. То есть можно выбрать, какой загрузить. Или можно сюда просто в окно перетянуть новый сэмпл. И все. То есть вот я выбрал новый сэмпл. Кстати, здесь можно переключаться между старым и новым. То есть можно сразу группу сэмплов закинуть сюда. И здесь между ними переключаться. То есть вот у меня сейчас новый. И быстро могу переключиться на старый. То есть таким образом гораздо проще с этим работать. И так можно с каждой дорожкой, со снейром, с хай-хэтами. И можно очень быстро между ними переключаться, добавлять новый. То есть вы уже собрали грув, добавили бас. И понимаете, что бочка не прокачивает. И вместо того, чтобы заменять все ваши ваншоты на дорожке, гораздо проще просто зайти в Quick Sampler и сюда закинуть новый сэмпл. Ну, кстати, по поводу Quick Sampler и его полезных каких-то таких вот практических фишек, я, скорее всего, запишу отдельное видео на этом канале. Потому что тоже по нему много вопросов у людей возникает. Потому что инструмент очень привлекательный, довольно классный. Но может поначалу немножко отпугивать таким обилием функций. Но все, на самом деле, очень легко. Я про него, наверное, еще чуть-чуть там пару фишек таких поделюсь, запишу отдельно. Ну что ж, на сегодня это был весь наш топ таких устаревших техник. Обязательно напишите в комментариях, чем вы пользовались и что узнали нового из этого ролика. Может быть, у вас еще есть какие-то ваши личные пункты, которые, как вам кажется, уже устарели, и вы нашли новый способ. То есть обязательно пишите, делитесь. Пишите мне всегда, я всегда на связи, отвечу на ваши вопросы по лоджику. Самые интересные возьму в такие видео, как основу. И, конечно же, подключайтесь к нашему телеграм-чату, чтобы мы там также продолжали обмениваться опытом. Нас там уже почти, уже движемся к 2000 человек. Так что подключайтесь. Чат активный, все ребята толковые, друг другу помогаем. Надеюсь, вам там понравится. Если вы еще не там, обязательно welcome. И подписывайтесь, конечно же, на канал Logic Pro Help, потому что здесь у нас постоянно выходят интересные ролики. Будут выходить их, будет еще больше, начиная особенно со следующего года. Так что готовьтесь, будет много чего интересного. Оставайтесь на связи, жмите колокольчик. Ну а с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Урсул. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok